Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать о быстром способе фаршировки куриных ножек либо окорочков, когда вот на быструю руку, то есть сейчас вот я разделывала курочку вырезала два окорочка и решила просто их зафаршировать, чтобы как-то разнообразить блюда ну и так как у нас еще двое деток, поэтому для маленького ребенка это вообще идеальный вариант дальше я вам расскажу как я готовлю, как разделываю значит нам понадобится одна морковочка, один лучок, половинка дуречки чеснока и одно куриное яйцо ну что поехали, значит режем лук кубиком, морковочку трем на терочке и окорочка на данный момент я просто разделала, снимаются они очень легко с них кожи, просто чулком очень быстро, очень легко, буквально за минуту это все готово слегка пассируем лук с морковочкой, с маленьким количеством масла на сковородке конечно хочу сказать сразу, что в идеале пассируется все отдельно отдельно пассируется лук, отдельно морковка, но так как у меня быстрый способ фаршировки окорочков так как моя младшая дочка пока еще спит, и мне нужно быстро приготовить обед, поэтому я готовлю так, но поверьте, это ничем не хуже, чем если обжаривать все по-одиннски значит все остальное я разделала окорочок, закинула его в блендер, положила половинку чесночка и достала, вот я всегда мороженый летом укропчик добавила сейчас все это буду перекручивать, посмотрим что у нас получилось всю курочку я перекрутила, теперь смешиваем все ингредиенты, еще только что я решила добавить столовую ложку сметаны, чтобы вкус был более нежный и бархатистый ну вот, все мы перемешали, соль, перец по вкусу, какие-то приправки каждый добавляет, кто что конечно любит естественно сюда можно добавить и чернослив, можно добавить и грибы, но так как у нас в семье дети, они не едят ни грибы, ни чернослив поэтому мы делаем такой простой упрощенный вариант теперь мы фаршируем наши окорочка вот такие получились у нас два больших окорочка, кладем их на сковородку и начинаем обжаривать где-то в течение 25 минут но хочу сказать сразу, если вы готовите на гостей, для гостей, или у вас там позволяет время, или у вас много ножек то конечно запекаются они в духовке, тогда уже я добавляю в фарш еще желатин но так как у меня быстрый рецепт, это все делается на сковородочке, для своей семьи ну а я пошла дальше готовить гарнир вот жарится моя окорочка сначала минут где-то 5 я их обжарила при открытой крышечке, чтобы схватилась корочка сейчас минут 7 обжариваю при закрытой крышке, уже сделала огонечек поменьше потом переверну и в принципе сделаю то же самое ну вот что у нас получилось, сейчас мы режем на кусочки и подаем гарниру хочу сказать сразу, когда я резала наш окорочок, он ничуть даже и не развалился то есть держит он свою форму и приятная нежная консистенция ну вот и готов наш обед окорочок мы подаем с капустой брокколи и с кусочком помидора брокколи я отваривала в кипящей воде, в подсоленной водичке в течение 7 минут потом сдобрила ее маленьким кусочком сливочного масла чтобы был более такой нежный аромат и вкус ну и всем приятного аппетита ну и все